Земля покрылась снежной пеленой, а значит пришло время подкармливать птиц. В доме на Крутицкой состоялся необычный мастер-класс для первоклашек. Школьникам рассказали о птицах, которые зимуют в средней полосе, и чем их можно и нужно подкармливать. Нам рассказывали сегодня, что семечки надо брать только обычные из подсолнухов, не жареные и не соленые. Хлеб черный, это не надо его ложить. Он очень вредный для птиц, а белый, его лучше положить в кормушку. Один из простых способов накормить птиц, это сделать эко-кормушки. Лакомство для пернатых. За основу берется мучной клестер, в него добавляют семена. Однако стоит помнить, что далеко не все подойдет для желудков пернатых. Следует избегать гречи, риса, гороха. Отдать предпочтение следует семечкам, овсяным хлопьям, замороженным или сушеным ягодам. Приготовление недолгое, все это необходимо смешать, сделать густое тесто и заложить формочку. В формочке необходимо вставить спичку, чтобы потом можно было эту нашу форму, эко-кормушку, подвесить на ленточку. Вешая на деревья, птица прилетает, съедает саму эко-кормушку, все ее содержимое, и остается лишь ленточка, что не вредит в данном случае природе. В настоящее время в Иванове проходит акция «Покормите птиц». Эко-кормушки – это одна из номинаций. Поучаствовать в конкурсе можно, прислав фотографии съедобных кормушек и рецепт их приготовления в городской центр внешкольной работы номер 2. Стоит помнить, что жюри будет оценивать не только внешний вид угощения для птиц, но и его пользу для пернатых. На улице метет зима, мы видим, что сейчас действительно птицам нечего есть, а у нас много детей, которые желают поучаствовать, желают научиться делать эти эко-кормушки. И поэтому сегодня именно в библиотеке мы решили провести этот мастер-класс для наших детей. Принять участие в акции «Покормите птиц» смогут и дети, и взрослые. Итоги конкурса будут подведены в шести номинациях. В какой из них подавать заявки – личное дело каждого. Главный итог конкурса заключается в том, что этой зимой птицы не будут умирать от голода.